АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Но я, со своей стороны, хотел бы присоединиться к тем извинениям, которые принес вам Ромир Гравилович за то, что мы приехали не вовремя, действительно, по независимым от нас причинам. Постараюсь говорить недолго, но по существу. Ну вот, в связи с тем, что 10 лет исполнилось Российскому историческому обществу, в этом году воссозданному Российскому историческому обществу дореволюционное Рио работало с 1866 по 1920 год. Есть повод и оглянуться назад, и поговорить о тех задачах, которые стоят перед сообществом, которые стоят перед страной в плане исторического посвящения. Российское историческое общество представляем мы здесь вместе с Николаем Андреевичем Макаровым, Ромиром Равиловичем Харудиновым. Но раз уж мне коллеги доверили взять слово, я приступаю. Значит так, в 2012 году Российское историческое общество было воссоздано, и оно было воссоздано в форме ассоциации юридических лиц. На тот момент законодательство предусматривало участие в ассоциациях только юридических лиц. И члены общества — это университеты, музеи, библиотеки, издательства, Российская академия наук в целом, средства массовой информации. В дальнейшем законодательство позволило вступать в ассоциацию и физическим лицам. На сегодняшний день более 600 членов РИО физических лиц, более 140 юридических лиц и 58 региональных отделений по всей стране. Как справедливо Ромир Равилович заметил, второе — Казанское. В российском историческом обществе очень несложная структура. Наш бессменный председатель Сергей Евгеньевич Нарышкин, когда Российское историческое общество воссоздавалось, тогда группа наших академиков обратилась к нему и попросила Российское историческое общество возглавить, что Сергей Евгеньевич и делает все эти 10 лет с большой результативностью и с большим интересом к этой работе. Общее собрание Российского исторического общества — это все его члены. Общее собрание принимает все основные решения, в том числе и о новых членах РИО. Каждый год традиционно летом проходит общее собрание, президиум РИО действует в промежутках между созывами общего собрания и правление исполнительный орган, который доверенно возглавлять вашему покорному услуге. О ключевых направлениях деятельности Российского исторического общества сразу практически перед нами встал такой вызов. Многие, наверное, помнят, а студенты, собственно, уже, будучи школьниками, испытали тогда это на себе. Встал вопрос в 2012 году о дальнейших подходах к преподаванию истории в школе. Ну, вы помните, был такой условный термин «единый учебник истории». Было поручение президента, и в соответствии с этим поручением был разработан учеными группой на базе Российской академии наук историко-культурный стандарт, которому на текущий момент должны соответствовать все учебники истории, истории России, по которым наши дети учатся в школе. он был в 2020 году актуализирован. Вот на текущий момент вот этот историко-культурный стандарт, являющийся ядром соответствующей концепции, это и такой обобщенный, актуальный взгляд современной науки на отечественную историю, адресованный школьникам, это и своего рода общественный договор. Вернусь назад. И самое свежее поручение президента, оно вышло буквально в октябре этого года, адресовано Министерству просвещения России, Российскому историческому обществу, Российскому военно-историческому обществу. Речь идет о формировании подходов к изучению истории родного края. Это такой очень важный, на самом деле, чувствительный вопрос, где не приходится встречаться с учителями. Учителя в разных регионах России обращают внимание на эту проблему. Дело в том, что у нас нет каких-то единых требований к преподаванию региональной истории в школе. Здесь, в Татарстане, в каждой школе преподается история Татарстана, но в считанном количестве регионов нашей страны также системно подходят к решению этого вопроса. Где-то, ну в основном это отнесено на решение школ. Где-то школы считают нужным преподавать историю родного края, где-то нет, где-то это делается в начальной школе, где-то в старшей школе, где-то всю среднюю школу. В общем, все это очень по-разному. Разумеется, не идет речи о синхронизации этого курса с курсом отечественной истории. Это очень важно. В Москве, для примера, в свое время москвоведение вычистили вообще. В Москве истории Москвы в школах нет. И в качестве такого первого шага был разработан рабочей группой на базе Института российской истории вместе с луганскими коллегами проект историко-культурного стандарта для Луганской народной республики. И речь идет о таком приложении, по сути, к историко-культурному стандарту. И, наверное, один из возможных путей решения вот этой задачи – это разработка приложения к историко-культурному стандарту для каждого из регионов России. Я знаю, что здесь собрались студенты не только из Казани, из Казанского университета, но не только из Казани. Кто-то скоро окончит университет, вернется к себе на родину и, возможно, примет там участие в разработке этих местных приложений к историко-культурному стандарту. Как бы не стараться улучшить школьное историческое образование, как не совершенствовать учебники, но мы с коллегами по руководству РИО убеждены, что ключевой фигурой в школе был и остается учитель, в нашем случае учитель истории. Если учитель истории может заинтересовать ребенка своим предметом, может передать ему основные знания, дальше, независимо от того, какие времена на дворе, и как людям удобнее воспринимать информацию через видео, через текст, через какие-то другие формы, человек будет и дальше интересоваться историей. Ключевая роль учителя. Поэтому с 2016 года ежегодный всероссийский конкурс «Педагогическое мастерство. История в школе. Традиции. Инновации». Здесь задействована субсидия фонда «История Отечества». Учителя-победители этого конкурса каждый год – это 24 человека, по три из каждого федерального округа – получают очень серьезные денежные премии. Кто-то назвал это Нобелевской премией для учителей истории. Это, конечно, стимул для того, чтобы работать, для того, чтобы профессионально расти. Всероссийский конкурс криведов, работающих с молодежью. Это то же самое, но про историю родного края. Два конкурса для школьников. Вот те, которые наиболее, знаете, как-то оказались популярны. Конкурс поэтической декламации «История России в стихах». Речь идет о том, что школьники и даже некоторые студенты записывают на видео то, как они читают стихи одного из поэтов, российских поэтов на русском языке об истории России. Присылают на YouTube-канал. Дальше конкурс. И победители получают возможность на Красной площади, на ежегодном книжном фестивале, прочитать стихи, стоя на главной сцене, под стенами храма Василия Блаженного. Но это, конечно, на всю жизнь, и это с каждым годом все больше популярностью пользуется этот конкурс. Высшее историческое образование. Это, коллеги, на самом деле, наверное, самый актуальный, самый острый, самый важный на сегодня вопрос, который находится в повестке Российского исторического общества. С прошлого года РИО является так называемым центром ответственности. по укропленной группе специальностей «История и археология». Это вот наша родная 46-я УГСН. Центр ответственности – это та организация, которая участвует прямым и непосредственным образом в распределении мест, бюджетных мест между регионами. Вот по этой специальности. В этих целях в Российском историческом обществе создана комиссия под руководством члена Совета РИО, заместителя министра юстиции России Андрея Викторовича Логинова, комиссии по высшему историческому образованию. В нее входят представители всех отделений Российского исторического общества. И вот задача, которая перед этой комиссией стоит – во-первых, продвигать идею общего увеличения бюджетных мест на исторические специальности. И второе – предлагать справедливые и обоснованные варианты распределения этих бюджетных мест между регионами. И вот вы видите на диаграмме, что есть устойчивый рост по бакалавриату больше, по магистратуре поменьше, но рост устойчивый мы переломили. Уже можно ответственно сказать. Мы переломили тенденцию, которая наблюдалась на протяжении ряда лет, когда уменьшалось количество бюджетных мест на исторические специальности. Сейчас они увеличиваются, они растут. Чем по идее, не по идее даже, а по существующей нормативной базе должны мы вместе с министерством руководствоваться, определяя вот это количество бюджетных мест. Мы должны руководствоваться прогнозной потребностью рынка труда. Вот, а теперь, уважаемые коллеги, подумайте. Места определяются на два года вперед. Вот сейчас идет как раз процесс распределения бюджетных мест на 2024-2025 учебный год. Четыре года бакалавриата. То есть нужно для каждого региона на шесть лет вперед определить потребность регионального рынка труда в специалистах-историках. Ну, если у кого-то есть идеи, как это сделать результативно, то, пожалуйста, подойдите ко мне после нашего мероприятия и поделитесь. В общем, сделать это, на самом деле, нельзя никак. Для того, чтобы наладить этот процесс, для того, чтобы он базировался действительно на серьезных основаниях, на серьезных расчетах, нужно прежде всего понять, что такое для историка работа по специальности. В последнее время звучит такая точка зрения, я сразу скажу, я ее разделяю, о том, что для историка работа по специальности это не только преподавание в высшей школе, не только школьный учитель, школьный учитель — это вообще отдельная специальность, хотя не только сотрудник музея, архива, подготовленный историк — это универсальный аналитик, это человек, который в состоянии работать с текстами, работать с информацией, человек, который в силу своих профессиональных компетенций востребован в самых разных сферах, там, где есть тексты, где есть информация, где требуется аналитика. Об этом нам говорит сама жизнь. Мы видим, что по всей России и в органах власти, и в средствах массовой информации, и в бизнесе, в тех подразделениях, где, как я сказал, требуется аналитика, историки востребованы, историки работают. И нам нужно, вот мы договорились с высшей школой экономики, провести такое исследование, которое, ну вот это такое эмпирическое наблюдение сможет подтвердить или опровергнуть, уточнить, во всяком случае, социальную роль историка в регионе. Кроме всего прочего, кроме перспектив трудоустройства, нужно понимать, что историк, опять же, я говорю о тех историках, которые учились в университете, которые соответствуют этому высокому званию, подготовленных людях. Сам по себе историк является центром исторического просвещения. Вот один человек. У каждого историка есть семья, знакомые, близкие люди, некий круг общения. И по-хорошему, как мне кажется, у людей должна быть возможность задать знакомому историку вопрос об истории, об истоках, происходящих в современности событий, поговорить с историком. И для этого, конечно, некоторая доля, не знаю какая, историков среди людей, получающих в регионе высшее образование, должна быть. может быть в этом и решение. Просто принять за норму какую-то долю историков, людей, получающих высшее образование в регионах. А между прочим, в некоторых регионах, важных, ключевых с этой точки зрения, историческое образование вообще было прекращено. Вот сейчас установили. Причем это регионы, как ни странно, приграничные, большей частью. И Сахалин, и Амурская область, и вот здесь, в европейской части России, и Брянская область, и Калужская область, ну, в общем, прямо как специально и Смоленское, как специально по периметру. Вот сейчас потихоньку туда возвращается историческое образование. Вот это перспектива. Вот это перспектива. Вот эта перспектива в любом случае историков не должно быть мало. Сейчас от общего количества студентов, которые получают образование, высшее образование в России, историков 0,4%. Что же остальные 99,6%, то есть основная масса людей, которые получают в России высшее образование? Может быть, это будет для кого-то новостью, но в тех образовательных стандартах, которые действовали до недавнего времени, изучение истории было обязательным. Для всех специальностей. Для медиков, для строителей, для математиков, для всех. образовательных стандартах не предусматривали требований ни к объему, ни к формату, ни к содержанию преподавания истории. а курс назывался «История», а в скобках «История России», точка «Всеобщая история», то есть «Всеобщая история», то есть «Всеобщая история». И что мы видим на практике? Ну, коллеги, преподаватели знают, что есть вот у нас сейчас, не будем обсуждать, хорошо или плохо, но есть такая форма, как самостоятельная работа студентов. Я не знаю, вот я у студентов хочу спросить, поднимите, пожалуйста, руки, кто вот знает, сколько в рамках тех предметов, которые вы изучаете в университете, часов отводится на вашу самостоятельную работу. Вот есть такие? Нету, ни одного. Видите, а в учебных планах пишется столько-то часов на контактную работу студента с преподавателем, столько-то на самостоятельную работу студента. И вот история на неисторических специальностях как непрофильный предмет очень часто оказывалась вот в таком положении, когда большая часть отведенных на нее часов записывалась на самостоятельную работу студента. А для всего курса выбирали самый минимальный объем, который только возможен в университете. То есть две зачетных единицы, то есть 72 часа. А на практике это получалось, ну, пара лекций, пара семинаров, вот и все, на всю историю. И Россия, и всемирно. Но что это такое, уважаемые коллеги? Это имитация, чистой воды имитация, профанация преподавания истории в УЗИ. Значит, вот был создан по решению министра науки высшего образования Валерия Николаевича Фолькова экспертный совет по развитию исторического образования. Министр сам его возглавил. Александр Аганович Чубарьян, наш академик и ваш покорный слуга заместителя министра по вот этому совету. Присутствующий здесь Николай Андреевич возглавляет одну из рабочих групп совета. Рамиль Хравилович ходит в состав совета самого. В общем, это такой значимый орган, который нацелен на решение вот этих практических вопросов. И вот одно из первых решений совета это увеличение объема преподавания истории России именно, истории России на неисторических специальностях до четырех зачетных единиц. То есть это 144 академических часа. При этом в приказе министерства, который вышел и вот в начале октября был уже зарегистрирован, то есть вступил в силу со следующего года это будет уже обязательно на всех специальностях 80% контактной работы со студентами. Ну, здесь, правда, начинается борьба брони и снаряда, потому что кто-то решает, что контактная работа со студентом это не обязательно классическая такая, классический формат лекций или семинаров, а это может быть или такие большие запоточенные, как сейчас говорят, семинары, когда там 100 человек приходит на семинары больше, ну, что это за семинар? Тоже имитация, да, назовем вещи самими именами. Или консультации есть еще такая форма, записывают преподаватели часы на консультации, это как бы контактная форма, а знают об этом студенты, нуждаются ли они в этих консультациях, ходят ли туда, это дело уже десятая. Мы все это видим и будут выпущены соответствующие методические рекомендации министерства по тому, как выполнять вот этот приказ, который уже вышел. а дальше тогда вопрос, если мы все это делаем, то для чего мы это делаем, какие цели преследуем, что хотим получить. И, наверное, нужно вести речь о каком-то минимуме исторических знаний, которым должны обладать все, кто получил в России высшее образование. Вот такой подход на сегодня же день принят. Институтом российской истории с участием ряда вузовских преподавателей разработан проект концепции преподавания истории на неисторических специальностях высших учебных заведениях. Там тоже в центре этой концепции такой историко-культурный стандарт, то есть программа. Сейчас она проходит общественное и профессиональное обсуждение. Я приглашаю всех принять в этом активное участие и прошу, может быть, Ромили Равилович, как председатель отделения, провести отдельный разговор по этому поводу. Здесь я думаю, что этот проект претерпит существенные изменения по итогам его обсуждения. Но так или иначе как-то нам надо вот сами внутри сообщества договориться, что мы можем и что мы хотим дать людям, чтобы это было им интересно и их обогатило. Еще одна интересная такая задачка, которая получается решать, совершенно практическая, но все уже сейчас, я думаю, что и в Казанском федеральном университете, конечно, тоже пользуются электронными библиотечными системами. Роль классических библиотек в целях именно вузовского образования хотим-не хотим снижается в таком классическом формате. Все пользуются электронными библиотечными системами. Они разные, они все частные, вузы их приобретают на конкурсной основе, ну, естественно, вузы побогаче, могут приобрести электронные библиотечные системы получше, могут несколько приобрести, могут сделать даже свою. вузы победнее, покупают то, что подешевле. Специальный анализ этих электронных библиотечных систем на предмет содержания в них учебной и научной литературы по истории приводит нас к выводу, что они все универсальные, они не предметные, приводит нас к выводу, что с точки зрения преподавания истории очень хороших систем нет. Очень хороших систем нет. Вот в этой ситуации принято решение сделать национальную электронную библиотечную систему по истории, которую сделает Министерство науки высшего образования и которая будет для вузов бесплатной. На форуме преподавателей истории в Тобольске, на первом национальном форуме, который прошел в начале октября, прототип этой системы, разработанной издательством наука, был уже представлен. И сейчас как раз идет сбор предложений, в том числе и по линии региональных отделений Российского исторического общества, сбор предложений от преподавателей, в первую очередь от преподавателей истории, что нужно нам в этой системе. Какая должна быть ее структура, какие туда должны войти собственно книги, учебники, учебные пособия, научная литература, периодика, диссертации. Нужно сейчас определяться окончательно со структурой, делать список, дальше издательство будет заниматься вопросами о правах и я надеюсь, что в следующем году мы вот эту электронную библиотечную систему по истории получим и она будет регулярно обновляться. Приближаемся к завершению уже. Еще одна задача, которая стоит перед сообществом музея высших учебных заведений. Здесь в университете, между прочим, очень хороший музей, но вузовские музеи не имеют нормативного статуса. Их университеты могут финансировать только из внебюджетных средств, заработанных самими университетами. Опять же, кто побогаче этой проблемы не замечает, но для многих высших учебных заведений, на самом деле не только для них, для академических институтов тоже, эта проблема очень чувствительная. Вроде бы никому не надо объяснять, тем более в этой аудитории, зачем в вузе нужен музей, какая его просветительская воспитательная функция. Но, тем не менее, вот это так, формально их нет в государственных заданиях вузам. Финансировать их из бюджетных средств нельзя. Кто похитрее назовет музей лабораторией и финансирует как лабораторию. Но, в целом, эту проблему надо решать, мы получили поддержку в Государственной Думе, в Единой России, в Министерстве науки высшего образования. Вот сейчас двигаемся уже к законопроекту, он будет небольшим, но должен решить вот эту проблему. может быть, вас заинтересуют несколько таких больших проектов, которые под эгидой Российского Исторического Общества реализуются. Электронная библиотека исторических документов, совместный проект Российского Исторического Общества Фонда История Отечества студентам, исследователям, кто не знает, очень рекомендую. Вот у нас в результате архивной революции так называемой за последние 30 лет вышло огромное количество документальных публикаций. Но в электронных библиотечных системах, как мы с вами обсудили их, практически вы не найдете. Даже в центральных библиотеках больших городов и то не всегда найдете все. Ну и разумеется вы не сможете осуществить вот какой-то сплошной поиск по этим документальным публикациям. Идея вот этой электронной библиотеки исторических документов стоит в том, что документальные публикации, которые выходили раньше, сканируются, распознаются и составляют вот единую базу документальных публикаций. Выглядит это так, что вы можете на одной страничке увидеть собственно скан книги, где этот документ был опубликован и собственно распознанную версию, по которой возможен контекстный поиск. Вот на сегодняшний день 269 тысяч исторических документов на конец года будет уже ближе к 300 тысячам. Это много уже, это большой массив, и с ним можно работать. И я думаю, что практически каждый для темы своего исследования что-нибудь неожиданное там может найти, потому что понятно, что если у вас есть возможность контекстного поиска по такому количеству опубликованных документов, то возможны разного рода неожиданности в исследовательской работе. Диджитал Петр, 350 лет Петру в этом году, большой был план мероприятий, правительственный оргкомитет, очень такой основательный план там была и стройка, и благоустройство городов, и научные конференции, и здания трудов, но все это выглядело как-то не по-петровски, все это традиционно по накатанной и нельзя сказать, чтобы решало какие-то действительно серьезные крупные проблемы. В чем одна из основных научных проблем? У нас с 1887 если не ошибаюсь года идет такое продолжающееся издание письма и бумаги Петра Великого. То есть ну вот сколько? Больше 130 лет. И сейчас вот в этом году, там хронологический порядок, в этом году вышла первая книга Тома за 1714 год. Петр, мы помним, умер в 1725, то есть впереди 11 лет такой интенсивной жизни государственной деятельности, когда закончим публикацию документального наследия Петра, ну по идее вот сейчас исполнилось 350, вот к 500-летию можно, наверное, такую задачу ставить, большие перспективы, вот такие хорошие, на 150 лет еще работы. Петр писал очень много, писал очень плохо, это один из худших образцов средневековой скорописи. и мы попробовали рискнуть и поставить такую задачу перед коллегами, айтишниками, которые занимаются искусственным интеллектом, поставить задачу по машинному распознаванию петровских автографов, петровских рукописей. и что-то коллеги из Сбербанка, из Сбера, там очень сильные айтишники, они восприняли это как вызов, занялись этой работой, сделали базовую программу, объявили Хакатон, конкурс программистов, и вот команда победитель добилась результата феноменального, 97,6% точность распознавания петровских текстов образца десятых годов XVIII века. Это очень важный результат. Конечно, для того, чтобы машина распознавала пучок Петра, допустим, немножко раньше или немножко позже, он меняется все-таки со временем, ее надо доучивать, но это уже понятный и не такой сложный процесс. В принципе, мы стоим с вами на пороге революция в распознавании, вообще в работе со средневековыми документами, со средневековой скорписью. Потому что следующий шаг это машинное распознавание не только рукописи конкретного человека, а в принципе средневековой скорписти. И это совершенно новые исследовательские перспективы открывает перед нами. Потому что когда вы можете задавать вопросы большому количеству источников, то вы можете рассчитывать на совершенно неожиданные ответы. Поэтому это вот передний край на самом деле сегодня. Передний край это всегда там, где идет взаимодействие наук. Наш долг профессиональный, гражданский долг помогать нашим людям, нашим землякам, историкам из новых регионов Российской Федерации. Еще весной учредили отделение РИО по просьбе историков из Луганска, из Донецка в ЛНР, ДНР, чуть позже в Запорожской области, в Мелитополе. Есть уже конкретные инициативы, понимаете, в этой ситуации, особенно в тех местах, где недавно шли боевые действия или до сих пор идут совсем рядом, кажется, что много есть других проблем. Организация вот такой просто выживания, казалось бы. На самом деле нет, на самом деле на Донбассе все эти годы люди работали, работали университеты, учили студенты, работали преподаватели, работали музеи. Для нас сейчас очень важно помочь им побыстрее интегрироваться в среду российских историков. Есть несколько конкретных очень важных инициатив. Мариупольский краеведческий музей, который основное здание, к сожалению, разрушено практически полностью, но есть резервное здание художественного музея, куда можно перевести остатки экспозиции, но там повреждена крыша, повреждена стена, вот удалось привлечь меценатов для того, чтобы они эти работы выполнили строительные, сейчас они завершаются, музей уже перезимует под крышей. Про школьное историческое образование в Луганске я уже говорил, будет обновлена экспозиция Луганского краеведческого музея, и вот этот момент, мы же музейная группа Минкультуры России, созданная по инициативе Российского Исторического Общества, во время Великой Отечественной Войны следом за Красной Армией, которая освобождала оккупированные территории, шли сотрудники музеев, и сразу комплектовали музейные экспозиции, именно поэтому нас сейчас в какой музей большой, маленький, центральный, региональный, не приди, будут материалы по истории Великой Отечественной Войны, вот межмузейная группа работает на этих территориях и собирает то, что там можно собрать, а там уж поверьте, достаточно свидетельств и вот всяких неонацистских проявлений, причем не просто там всякие свастики, волчьи, какие там глубже, вот эта философия, там какие-то конкретные эсэсовские подразделения, люди в курсе, и разумеется, трагедия мирного населения, оказавшегося у них в заложниках, это такая уже достаточно большая коллекция, которая выставляется и будет выставляться в регионах, разных регионах нашей страны. Международный исторический школ, я думаю, что кто-то участвовал, тем более, что первая историческая школа проходила здесь, в двух частях, Болгарии и Вилабуге. И вот хотел бы, наверное, этим завершить свое выступление. Это как раз инициатива наших дорогих казанских коллег Рамиля Равиловича, Харудинова, Ирата Габитовича, Сиддикова. Это изучение и сохранение так называемых засечных черт. Я думаю, что историки знают, нет, нужно подробно объяснять. По мере того, как страна росла, продвигались дальше на восток и на юг ее границы, строились не только в прямом смысле слова засеки, когда деревья рубили, но и земляные укрепления. Вот эти земляные укрепления много где сохранились такими достаточно заметными фрагментами, в том числе и здесь в Татарстане. Это памятники XVI-XVIII веков. В некоторых регионах они поставлены на учет как памятники. В некоторых, в том числе, к сожалению, и здесь до конца этот процесс не доведен. Будем доводить. И это потенциально объект такого большого туристического интереса. это замечательные памятники, которые строились людьми, большим количеством людей, без всякой техники, деревянными лопатами. Вот построили такие протяженные укрепления, которые до сих пор сохранились. И вот вышла первая книжка «Линии роста». Знаете, почему «Линии роста»? это вот как на срезе дерева видны кольца, так и вот эти линии представляют у себя что-то вроде подобия колец. Дерево растет, появляется новое кольцо, вот страна растет, появляется новая вот эта оборонительная линия. И большие коллективы работали над этой книгой, выезжали на места с самой современной техникой, с лидарами, с дронами, снимали вот эти засечные линии. Вышел альбом, кто не видел, рекомендую посмотреть и может быть родятся какие-то идеи по тому, как дальше, какое дальше будущее у этих объектов в плане их изучения и туристического использования. Уважаемые коллеги, я свое выступление завершил, спасибо вам большое за внимание, если у нас с регламентом предусмотрены вопросы, я готов. Да, вначале аплодисменты. Если есть вопросы, вы не откажете, три, четыре вопроса, пожалуйста. Да. Здравствуйте, еще раз, спасибо вам большое за ваше выступление, меня зовут Латыпова Сабина, я студентка второго курса высшей школы наук, и у меня к вам вопрос, какие вообще есть перспективы у студенческих научных обществ в целом и в данных проектах, которые вы перечислили, могут ли уже даже научные общества студенческие привлекаться для таких проектов? Спасибо большое. Спасибо, я думаю, что перспективы студенческих научных обществ самые прекрасные и определяются они в первую очередь интересами студентов к научной работе. И главный результат деятельности студенческих научных обществ это доклады, это научные статьи, это то, чего мы все от вас ждем, вот такого активного и последовательного вхождения в науку через научные общества, через студенческие кружки, но конечно в чем наверное интерес нас всех как российского исторического общества, наш интерес в том, чтобы в стране развивалось историческое просвещение. Что такое историческое просвещение? Это вот у нас в Конституции сейчас есть такая обязанность государства защита исторической правды. Что такое историческая правда? Я сошлюсь на определение, которое Сергей Евгеньевич Нарышкин дал. Историческая правда это объективное знание о прошлом, добытое научным путем. А защита исторической правды состоит в том числе в ее популяризации. Поэтому конечно очень важно, чтобы люди, которые владеют историческим знанием не замыкались бы только в своем сообществе, а находили бы возможности популяризации этого знания через сотрудничество с музеями, архивами при подготовке выставок и публикаций, через участие в создании каких-то видеоконтента, может быть, даже не полноценных документальных фильмов, а роликов, востребованные в социальной сети. Вы знаете, мы вот недавно начали вести телеграм-канал Российского исторического общества и не гонимся там за количеством подписчиков, но мы видим, как он полезен многим из тех, кто работает в нашей отрасли. Поэтому есть молодежный клуб Российского исторического общества, который в том числе занимается вопросами трудоустройства студентов, собирает имеющиеся вакансии, публикует их, оповещает студентов. Поэтому пожалуйста, я перечисляю такую небольшую очень часть тех проектов, которые реализуются под эгидой Российского исторического общества. Проекты РИО это проекты членов РИО в первую очередь, тех же университетов, архивов, библиотек. Ищите смелей эти возможности, идите к людям, людям сейчас очень важно такое качественное историческое знание, без выдумки, без билетристики. Работайте в составе отделения, записывайтесь в молодежный клуб, здесь безграничные возможности открываются перед теми, кто эти возможности ищет. рассчитывайте всегда на поддержку ваших старших товарищей. Добрый день. Добрый день, Каримова Луиза Каюмовна, заведующая кафедрой регионовидений в российских исследований. Вы представили интересные действительно проекты и даже ту небольшую часть, которую вы нам обозначили. в принципе можно отнести к проектам, которые реализуются в русле Digital History, Digital Humanities. Вот скажите, пожалуйста, насколько важно сейчас в подготовку классических историков включать дисциплины, связанные с Digital, с Media, как вы думаете? Ну, мне кажется, требование времени это просто, во-первых, новые инструменты, потому что вот тот же Digital Петр, я об этом сказал, это новый инструмент работы с уже давно известными источниками. Та же Электронная Библиотека Исторических Документов это тоже новый инструмент работы с опубликованными источниками. Конечно, это и сами по себе новые источники. Уже если вы занимаетесь историей современной России, а это тоже история, то вы имеете дело с источниками, которые родились в этой цифровой среде. И для работы с ними требуются по большому счету те же навыки, потому что это поиск анализ информации, но есть, конечно, свои нюансы, своя специфика. я вообще говоря, очень рассчитываю на то, что именно этот проект Digital Peter даст импульс для открытия новых направлений магистратуры, где вместе будут историки и айтишники искать вот эти возможности, применить современные инструменты к задачам такого классического исторического познания. Но я уже не говорю в присутствии выдающихся археологов о том, что археологи, которые хоть и иногда так кокетливо не причисляют себя к историкам, на самом деле те же историки, только с лопатами, не вот в археологии настолько очевиден, очевидна вот эта потребность в синергии, в использовании знаний других научных дисциплин. Здесь и палеогенетика, и ядерная физика, и все, что хотите на самом деле. Поэтому очень нужно, мы при всем желании не останемся в XIX веке. Я думаю, что желания такого нет ни у кого. Классический историк – это историк, это человек современного мира. Спасибо, коллеги, завершаем. Может быть, последний вопрос, и мы плавно перейдем к церемонии открытия научно-исследовательских лабораторий. Пожалуйста. Добрый вечер, Константин Ильич, меня зовут Люкшин Дмитрий, я доцент кафедры отечественной истории. У меня практический вопрос в области преподавания нашего предмета. В этом году исполняется сто лет со дня образования Советского Союза. Готовы ли современное историческое сообщество однозначно оценить результаты деятельности СССР? Я к вам обращаюсь как к представителю не только финансового, но и интеллектуального центра. Имел честь с вами работать. Спасибо. Представителю какого? Интеллектуального центра. А не только финансового. Рио не имеет отношения вообще к финансовой деятельности, у Рио даже бюджета своего нет. Насколько я знаю, вы возглавляете еще и фонд истории отечества? Да, но фонд истории отечества другая структура, созданная указом президента, и в силу обстоятельств сейчас действительно руководство Российского исторического общества, фонда истории отечества в одних руках, но далеко не факт, что так будет всегда. Но спасибо за ваши вопросы, спасибо за... Очень важный, на самом деле. Я думаю, что никто, конечно, не готов и не будет готов к какие-то однозначные оценки. Давайте, все-таки слишком мало времени прошло, всего сто лет. Что обязательно нужно сделать, будет делаться и уже делается, это организация вот этой инфраструктуры для обсуждения вот этих вопросов, которые и для сегодняшнего мира крайне актуальны, иногда чувствительны, иногда болезненны. Вы знаете, вот создание Советского Союза ведь нельзя рассматривать в отрыве от завершения гражданской войны. Конечно. Вообще, вот в историко-культурном стандарте, это то, что предложил Институт Российской истории, то, что в общем на сегодняшний день большинство историков склонно, может быть, с какими-то оговорками оно принимать, это вообще концепция Великой Российской революции, великое, в значении большой, которая включает в себя и события 1917 года, и Гражданскую войну, и датируется 1917-1922 годами, ну и, собственно, вот ее завершение, это завершение Гражданской войны и создание Советского Союза. Наверное, это такой продуктивный путь для того, чтобы анализировать весь процесс. Ну и вот, тем не менее, в 2017 году, столетие Октябрьской революции, ну были мероприятия, научные мероприятия. Я не знаю, какие ощущения у вас, я поделюсь своими. Вот я впервые ясно осознал, что революция 1917 года для нас всех, для граждан России, стала окончательно стала историей. Понимаете, перестала быть фактором сегодняшней жизни. Но, может быть, для студентов это не так понятно, но даже для моего поколения мы же отчитывали современность с революцией. И в силу этого она была фактором сегодняшней жизни, она все время вот у нас оттуда была точка отсчета. И вот она стала совсем историей. Такой далекой для молодежи, как война 1912 года, как Петровский реформа, вот примерно так. 25 октября отметили столетие завершения гражданской войны на всей территории России, последние корабли с японскими интервентами и с белыми покинули Владивосток. Можно ли говорить о том, что гражданская война окончательно завершилась и ушла в историю? Вот не факт. Мы, когда более-менее просвещенная аудитория, которая хоть что-то слышала о гражданской войне, таких большинство начинаем об этих сюжетах говорить, то люди склонны до сих пор идентифицировать себя или с теми, или с другими. Это глубочайший такой раскол общества, который не до конца преодолен. И по тем событиям, которые происходят сегодня на пространстве бывшего Советского Союза, но в первую очередь на Украине, мы видим, насколько далеко доносится эхо гражданской войны, как аукаются решения, принятые по итогам гражданской войны в тех обстоятельствах, когда они, может быть, и не воспринимались как стратегические, а решали какие-то тактические задачи. Поэтому мне кажется, вы очень важный поставили вопрос. Не уверен, что нам нужно стремиться к поиску какой-то единой, устраивающей всех интерпретации тех событий, но сам процесс их научного осмысления по идее должен способствовать окончательному ходу этих событий в историю. Мы ведь как общество заинтересованы в преодолении всех даже ощущающихся сегодня последствий гражданской войны. Я думаю, мы анализируя этот опыт, понимая, что в принципе и у той и другой стороны, но если не брать какие-то крайние силы, был какой-то образ будущего для России и стремление сделать Родину лучше. Я понимаю, скажут специалисты про мировую революцию, да, и вот про пролетария всех стран соединяйтесь, но это же небольшая группа на самом деле идейных. Люди наши сограждане думали о том, как сделать Родину лучше, думали по-разному. И что же? Воевать теперь? Вот, мне кажется, один из главных уроков гражданской войны, когда мы о них думаем, он заключается в том, что нам нужно ответить самим себе на вопрос. Вот у нас есть враги внутри страны? Мы готовы своих соотечественников каких-то с той или иной точкой зрения, с теми или иными взглядами назвать врагами? Вот, мне кажется, когда мы на этот вопрос ответим, отрицательно. Потому что у нас есть оппоненты, да, у нас есть дураки, наверное, как в любом большом обществе и изменники встречаются. Но вот врагов, если мы скажем, что у нас внутри страны нет, вот это будет такое настоящее завершение гражданской войны. Мне кажется, нам очень о многом нужно думать и профессиональному сообществу, и с непрофессионалами общаться. Вот об этом опыте. Он один из ключевых, мне кажется, в российской истории для нас сегодня. Спасибо. Если можно, я бы хотел уточнить, а вы не рассматривали концепт второй русской смуты в качестве альтернативы великой русской революции? Ну, это нужно в первую очередь все-таки задавать вопрос авторам вот этой концепции. Но, конечно, рассматривали. ну, книжка нашего замечательного историка Владимира Прохоровича Булдакова, она так и называется, «Красная смута». Поэтому, мне кажется, здесь все-таки не в дефинициях дело, но можно смутой назвать более традиционной историографии для мировой революции. Так будет проще не искать врагов. Так будет проще не искать врагов внутри общества. Ну, вот видите, сколько у нас уже есть таких тем для размышления и обсуждения. Спасибо. 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 большое, Константин Ильич, за столь содержательную лекцию. Мы действительно в своих оценках часто задаемся вопросом, а где она, граница познания. И, слава богу, вот мы с вами, с молодым поколением, можем задавать эти вопросы и есть шанс получить ответы. Дело в том, что сейчас это пространство, оно казалось когда-то столь разделенным между самыми различными историческими специальностями истории, источниковедения, археологии, археографии и так далее, и так далее. На самом деле стало понятно, что мы близки. И вот наступило то замечательное время, когда есть сообщества, объединившиеся и вобравшие в себя представители самых различных отраслей знания, но связанных прежде всего с историей, с ее культурной основой, гуманитарной основой. Поэтому, уважаемые друзья, кем бы вы не были, а сегодня в зале представлены не только историки, не только археологи, но и региноведы и так далее, и так далее, все мы с вами представляем сообщество историков. По сути, мы с вами получаем в нашем Казанском Федеральном Университете углубленное познание именно истории, культуры, языка. И все это мы называем историей. Спасибо большое. Сейчас, ребят, попрошу подготовиться к церемонии, она символическая, открытие наших научно-исследовательских лабораторий. И поэтому прошу напутственных слов в адрес вот этой большой, замечательной программы, которую мы надеемся развернуть в ближайшие три года наших уважаемых гостей. Николай Андреевич Макаров просит вас выйти и пожелать на путствие и Шаин Меджитович. Пожалуйста. Казанский университет удивительное место, где можно встретить, увидеть в одной аудитории такое количество историков. Наверное, мало залов, которые вмещают такое количество историков и мало мест, где можно, где такое количество историков получает образование, где оно присутствует. И историки, конечно, сегодня востребованы в самых разных областях. Мы много говорим об историческом просвещении, которым занимается Российское историческое общество. Мы говорим об историческом образовании, мы говорим об учебниках, мы бесконечно совершенствуем наши учебники, увеличиваем объемы преподавания истории, но очень важная часть исторического дела – это историческое исследование. И спрос на исторические исследования никогда не уменьшается, и приобщение человека к истории во многом происходит через приобщение к исследовательским проектам. Поэтому сегодня создаются две новые лаборатории исторические в университете, которые обращены к разным темам, к разным областям, к истории, к изучению документов восточных, которые отражают историю Поволжия и, собственно, к истории Поволжия, к истории этого региона. И обе эти лаборатории станут местом для новых проектов. Вообще в России не так много рабочих мест для историков-исследователей. И, конечно, появление двух новых точек с новым финансированием – это значительное событие. Мы рады, что эти лаборатории появятся, и уверены, что они станут местом рождения действительно новаторских, интересных, ярких проектов, в том числе и цифровых, а может быть и местом для обсуждения продолжительности гражданской войны, ее результатов, значения образования Советского Союза и оценки вот этого явления, о чем сегодня шла речь. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие студенты, мне сегодня выпала честь представить вашему вниманию новое структурное подразделение в составе Института международных отношений Казанского федерального университета «Восточный разряд». Я это делаю с большим удовольствием, потому что, на мой взгляд, открытие этой лаборатории – это явление не случайное и не рядовое. Ведь, на самом деле, это событие символизирует то, в какой степени и показывает то, в какой степени в Казанском федеральном университете соблюдается и поддерживается старые славные традиции этого университета. Ведь ни для кого не секрет, что именно в Казани, в Казанском императорском университете в начале XIX века открытием первого восточного разряда началось становление российского востоковедения, молодого научного российского востоковедения, той отрасли, которая в скором времени прославила российскую науку, всю науку на всю Европу, и Россия стала одним из центров мирового востоковедения. И я думаю, что это не случайно. Ну, конечно, перечислением имен всех корифеев российского востоковедения XIX – начало XX века, это заняло бы, конечно, очень много времени, я не буду этого делать. Но я хочу сказать, что Казань не случайно оказалась колыбелью российского востоковедения, ибо этот город с особой историей, с особой аурой, который очень удачно сочетает, на мой взгляд, восточные, мусульманские, татарские особенности, традиции, и славянские, русские, православные традиции. Вот этот город, он очень удачно воплощает в себе весь дух нашей общей евразийской культуры. И Россия как общая родина и русского народа, и тюркских народов, конечно, видимо, самой природой, и самой ее географией, и самой ее историей было предопределено стать центром мирового востоковедения, особенно тюркологии. И вот Казанское востоковедение, оно, конечно, прошло все испытания и в 20 веке, и я очень горд тем, что еще в 80-е годы прошлого века, когда я был молодым аспирантом в Москве, в Институте востоковедения, и во время бартольдерских чтений, очень значительного события в истории, в жизни советских востоковедов, это конференция, мне удалось познакомиться с выдающимся татарским и советским востоковедом Миркосымом Усмановым, и в те годы по его приглашению я принял участие в археографических экспедициях на территории Татарстана по сбору этих рукописей и так далее. И сегодня я знаю, что в Казани в разных академических институтах, учебных заведениях, работают очень много талантливых востоковедов, это и иронисты, и тюркологи, и синологи, и арабисты, и специалисты по рукописям. Ну и очень важно, что в Казанском федеральном университете, в Казани вообще есть очень высококлассные гуманитарии, ученые гуманитарии, одновременно эффективные менеджеры, как сегодня принято говорить, организаторы науки, которые понимают важность востоковедческих исследований, активизации восточных студий в России и в Казани. Я хотел бы назвать имена моих коллег и друзей, Рамили Равиловича Хайрудзинова, Рафаэля Миргосимовича Валеева, Айрата Габитоевича Сидыкова и других коллег. Они действительно хорошо понимают, насколько важно сегодня создание вот таких вот центров, востоковедных центров здесь. Потому что мы все свидетели того, как в мире сегодня происходят очень глубокие, серьезные, тектонические сдвиги, изменения, и они затрагивают все страны. Но сегодня это очевидно, что геополитический полюс влияния силы постепенно перемещается с запада на восток. Восточные страны начинают приобретать все большую роль и в экономике, и в политике мировой, и так далее. И, конечно, эти изменения, они вызывают иногда и потрясение, и соперничество. Это соперничество проходит и в скрытой форме иногда, и в открытой форме. И те страны, которые хотели бы усилить свое влияние в этом мире, те страны, которые хотят избежать, во всяком случае, потрясений и выйти без таких серьезных потрясений из этой борьбы Титанова, они, конечно, должны очень большое внимание оказывать исследования, изучения Востока. И самое главное, конечно, они должны глубоко понимать ментальные, архетипические особенности мышления, культуры, мировоззрения, поведения восточных народов. В этом плане я думаю, что открытие этого восточного разряда в значительной степени является неким ответом на этот исторический вызов. Я абсолютно уверен, что восточный разряд сыграет определенную роль в углублении и расширении востоковедных исследований и в Казани, и в Татарстане, и в целом в России. Я думаю, что будут расширяться международные связи благодаря этой лаборатории. И, естественно, самое главное, будут подготавливаться новые молодые кадры востоковедов. Просто добавлю, что в рамках этой лаборатории уже намечается и уже планируется проведение осуществления нескольких проектов, связанных, как говорил Николай Андреевич, с изучением, выявлением архивных материалов из стран Востока. Это и Турция, и Азербайджан, и страны Центральной Азии. И я думаю, что это все послужит во благо целом российскому востоковедению, российской науке. Я желаю успехов этому новому детищу Казанского федерального университета. Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые коллеги, я попрошу Андрея Николаевича Вас выйти, Константин Ильич Вас и Шаин Меджитович в середину. Альбина Марсельевна, где наши замечательные ножницы? Надеюсь, они острые. Мы с Николаем Андреевичем присоединимся и будем сзади. А всех уважаемых друзей попрошу нас всех приветствовать. Прошу вас. Андрей Николаевич, вы по центру. Да. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»